Игорь Мурашко вспоминает, в тот день он вышел на работу пораньше, на улице был сильный снегопад, а потому, не дожидаясь нужной маршрутки, решил сесть в первый же подходящий по маршруту троллейбус. На моей остановке впереди меня спускалась женщина, она, наступив на землю, начала кричать, упала под троллейбус. Следом за ней спустилась еще одна и то же, закричала и упала. Я не понял, что происходит, я спустился, чтобы помочь им подняться и почувствовал, ну, держась одной рукой за поручень, другой ногой наступил на землю. В этот момент я почувствовал, как бьет током, сводит судорогами мышцы, я просто отпрыгнул вперед, вот, в снег, подальше. Ну, и люди начали кричать, чтобы никто не выходил больше, потому как бьет током. Самое страшное, говорит Игорь, в тот момент из троллейбуса мог выходить, например, ребенок или беременная женщина. В подобной ситуации оказался и студент Алексей Литвинов. Он уверяет, прошлой зимой его тоже едва не убило током в общественном транспорте. Иду, смотрю троллейбус, думаю, вот, отлично, успею домой, как бы холодно идти. Ускорился, захождил в троллейбус, получается, так, что меня ударило током. Я этого даже не осознал. Очутился на асфальте, смотрю вверх, ко мне водитель подходит, страна вопроса. Там ты нормальный, живой, домой можешь дойти. Ну, так вот как-то все и получилось, такая неприятная история. Ну, провалялся день в реанимацию, ко мне милиция пришла, там, что спрашивали. Тему опасных троллейбусов уже не раз поднимали пользователи социальных сетей. Здесь рассказывают десятки подобных историй. Но вот сами транспортники уверяют, что ни жалоб, ни обращений по поводу подобных происшествий к ним не поступало. Весь подвижной состав ежегодно проходит техосмотр, а перед выездом на маршрут и в конце смены каждый троллейбус проходит тщательную проверку. Но вот убедиться в этом лично съемочной группе АТН даже после информационного запроса в третьем троллейбусном депо так и не позволили. Сами же водители, пусть и неохотно, но существование подобных проблем все же признают. Пассажиров как бы бьет током, когда заходят в троллейбус, выходят. Слышали такое вообще? Ну, слышал, тут подвойки там кого-то ударила, женщина. В вашей троллейбусе что было? Ну, вроде в нашем троллейбусе. Ну, погода сырая, видишь какая. С этим связано, да? Ну, конечно, да. Лужи, оттяговые двигатели внизу были. И оно пробивает на мокло все, понял? Тем более старые троллейбусы, проводка вся старая. Эксперты объясняют это несколькими причинами. Первое – это износ подвижного состава. Подавляющее большинство троллейбусов эксплуатируется больше 10 лет. Если, так сказать, подвижной состав имеет срок эксплуатации превышен, номинальный или нормативный срок, в этом случае тоже, естественно, ухудшается изоляция, могут увеличиваться токи утечки. Чем это отшивато? Значит, при увеличении этого напряжения, можно, так сказать, вплоть до того, что человек может попадать под напряжение 600 вольт, и в этом случае он может просто, так сказать, получить летальный исход. Вторая причина – сырая погода, дождь или снег, когда ухудшается изоляция. Поэтому, чтобы избежать удара током, специалисты советуют в такую погоду по возможности не прикасаться к поручным троллейбусам при посадке и высыпке. Веленмода, Владимир Борох, агентство телевидения новости.